приветствую зрители канала серебромания сегодня у нас на обзоре еще один килограмм монет который мне удалось купить на площадке ebay обычно эти лоты не очень прибыльные и редких монет в них не попадается но в этот раз кое-что интересное все же таки попалась начнем по порядку значит вот так это все выглядит я не хотел мучить своих зрителей перебором поэтому в правой стороне это простые монеты которые обыкновенные которые мало что стоят и вообще скорее всего ничего не стоит то есть но вот эта гора к примеру да я вот такую гору наверно продам за может 15 евро то есть вот эта вся гора вот этих монет которые вот у нас сейчас на экране может быть 20 все зависит от веса в европе монеты вот такого плана на вес тут могут попасть и какие-то там постаринные какие-то может быть еще что-то но в целом это все мало перспективные и не очень интересные монеты вообще я покупаю такие лоты не столько для заработка сколько мне интересно здесь покопаться и порыться если честно это основной как говорится мой интерес в этих лотах а приступим сначала и так весь этот вот вот эти все монеты которые вы видите сейчас на экране вот это вот куча монет вот эти наборы и жетоны и так далее вот это все вместе стоило значит 55 евро включая почту естественно самая дорогая монета которая потянула этот набор вверх это была вот такая монета от остров of man iceland of man 74 года монета просто практически одна унция серебряная красивая классная монета вот у нее тут такой у нас сертификатик есть сэр винстон черчилль вот такая монета она серебро хорошие пробы и весит примерно 28 грамм хорошая монета минимальная цена ориентировочная да это около 30 евро такая монета стоит плюс-минус европе поэтому это основной как бы вариант за счет чего нам и удалось окупить сразу почти весь лот напоминаю весь лот стал 55 евро вот это гора монет которые вы видите сейчас уйдет скорее всего на аукционе в чехии примерно за 15-20 евро тут полтора примерно килограмма а вот эта гора монет или медали или жетонов это то что нам скажем так уже остальное то что досталось типа как прибыль начнем вот с такого необычного набора в котором есть даже одна серебряная монета одно песо серебро правда не очень высокой пробы но сама монетка красивая видите один песо здесь набор из шести монет все монеты он целку лейтит очень классный приятный набор такой сет смотрите как красиво смотрится серебряная монетка на невысокой пробы серебряная но тоже классно и вот остальные монеты которые у нас тут есть наборе не знаю сколько стоит такой набор но думаю что с учетом что одна из монет серебряная он приблизительно наверно 20 евро наверно все штыки стоит может быть даже больше точно сказать не могу но наборчик красивый теперь посмотрим жетоны я в жетонах вообще не разбираюсь какие-то красивые большие тонны по разным тематикам не знаю что это к чему это относится о турецкий турки красивая монетка жетончик не знаю сколько стоит какой-то не очень тяжелый жетон от священников каких-то я думаю что он не серебряный судя по весу но покрыт серебром по серебряный ничего не стоит или стоит очень мало можно сказать что наверно не ценный пока в сторону попалась две вот таких позолоченных одномарочника не знаю настоящий не настоящий сколько такое стоит честно сказать не могу то есть тоже такие непонятные монеты из хорошего металла вот какой-то футбольный игрок отшел вот такой жетон мексика 70-й год не знаю что это может стоит тоже такое но интересный но не факт что ценный вот такая вот классная штука все надо смотреть либо в каталогах либо этот может что-то окажется серебряным на вид нет поэтому просто какие-то красивые жетончики вот это непонятно что большое такое из синим кольцом посередине надо будет посмотреть что это такое и сколько такое стоит возможно это есть интерес у нумизматор таким вот вещам с матом или пособирает жетоны еще несколько жетонов у нас есть я не знаю по каким деятелям они и сколько они такие могут стоить просто вам их покажу вы думаете сами решайте сами что это такое если кто-то узнает что-то очень ценно или интересное обязательно напишите в комментариях потому что я не разбираюсь могу за бесценок отдать а вдруг что-то окажется ценно вот этот жетон не знаю вроде бы 39 год и вполне возможно что так и мы есть если он на самом деле 39 года и такой какой-то военный жетон то вполне возможно что-то стоит вес тяжелый чекан неплохой я думаю что этот может что-то стоить если он конечно не чеканин недавно этот я вообще бы не брал в расчет шиловский жетон если бы ни одно но у нас юрий гагарин восток и 1961 ну вот так вот выход до первого человека в космос посвященный жетон интересно и то есть интересно не знаю что вот такой маленький какой-то мутный жетончик теперь я покажу не жетон а вот такую большую тяжелую монету это 10000 марок 1923 года очень классном сохране ее зачем-то поместили в какой-то обруч вокруг если разрезать обруч останется классная монета просто отличнейшего качества и вот такая вот классная монетка если кого-то заинтересует примерно ну по цене полторы тысячи рублей я такую смогу продать если кого-то интересует если нет сам найду как разрезать и буду уже продавать тут внутри по европе монета жетон отличная просто супер она огромная большая как вы видите такая тяжелая идем дальше вот такая вот штука мне попалась я не знаю что это такое какой-то на чекан то ли бразильская какая-то была монета то ли что это было непонятно вот так она выглядит кто знает напишите в комментариях и стоит это что-то или нет потому что на вид на какой-то гнутый гнутая монета растоптанная да но может быть кто-то такие собирает и в этом есть какой-то смысл я поэтому они обращаю внимание теперь дальше будем ехать вот такой вот камерой смотреть все более размазано скажем так ну первое вот это вот я с такой не встречался монетой медиа песо 12 с половиной грамма с 1976 год что мне понравилось что я таких монет не встречал в принципе я посмотрел немножко на ebay ну такие от 10-15 долларов и выше монета хоть и медно-никелевая но оказалось редко и соответственно стоит неплохо либо оставлю в коллекцию либо буду продавать монета классная теперь дальше есть 50 центов колония французская полинезия французская 50 центов она в таком состоянии практически не попадается это почти анциклой плейт и состоянии я думаю что наверно каких-то денег стоит две монетки 10 и 20 франков новая коледония тоже интересные монеты которые привлекли мое внимание вот еще есть из этой же серии только это уже тоже вот французская полинезия вот посмотрите сюда что привлекло внимание вот эти три монеты в принципе из-за которых я привлекли внимание меня вот эти три монеты из-за которых я в принципе обратил на весь лот увидев старинные чешко-словацкие словацкие монеты я знаю что они не частые и интересные на них есть тут в чехии спрос я есть естественно решила купить самая дорогая редкая среди них 50 хеллеров это словакия так вот они выглядят теперь два шиллинга один шиллинг еще один шиллинг 50 и 52 год африканский красивыми у нас тиграми вот еще пару монеток смотрите внимательно это британские карибские территории такие две у нас монеты неплохие тоже наверно стоят денег нечастые и попадаются такие нечастые дальше я бы хотел обратить внимание на вот эти четыре монетки это четыре монетки обыкновенные фунты английские которые еще сейчас ходят и есть ходу фактически это четыре фунта которые стоят 5-6 евро примерно по курсу так что кто поедет я когда поеду следующий раз в англию я смогу с собой взять и что-нибудь на них там купить немного но какие-то деньги то стоит и так дальше едем идет у нас алюминиевая франция и медная франция я не знаю надо смотреть года зачем это все вот эти французские и немецкие как бы отложил но немецкий ладно вот французский попадаются редкие года и вполне возможно что-то среди них будет ценно поэтому так вот теперь медленно будем ехать дальше камера и будем смотреть тут никаких супер ценных монет и нет но есть какие-то необычные вот например бермудская свинюшка у нас поросенок бермудский да ну вот тут разные необычные попадаются какие-то интересные 5 крон какие-то как юбилейные потом буду смотреть что это такое что это значит есть панамских пару монет пару монет турецких интересных и талия в общем смотрите вот такие ребристые монетки это парагвай 4 даже монеты таких попалась теперь смотрим дальше у у нас тут и шиллинги и фунты и что только у нас нет и каких интересных монет у нас нет смотрите что выпало в этом лоте вот эти все монетки что-то достоят тут интересные попадаются разные страны экзотические интересные может быть когда окажутся колумбия есть какие-то старые есть бразилия старые монеты то есть все все как бы интересно и вот это вот отложила вот эту кучу то что вы видите это сейчас на камеру еще раз покажу подробно это то что попалась среди монет естественно я все это по отдельности продавать не буду тоже наверное каким-то большим лотом выложу просто здесь будут более интересные монеты и стоит они будут подороже самые дорогие конечно я отберу среди них и буду продавать отдельно остальное все наверное каким-то общим лотом или несколько лотов поделю и продам короче по итогу можно сказать что сбор монет вот таких вот килограммовые покупки интересно только в том случае если попадается что-то серебряное или какие-то явно интересные выгодные варианты но типа так две серебряные вот монеты как в данном случае то есть вот это около 30 евро примерно стоит и такой набор 20 евро вот 50 евро мы практически купили весь вот вся остальная гора вот этих монет фактически досталась бесплатно и это неплохая гора монет потому что тут попадаются и значит карибские острова британская как колония да и разная экзотика необычная в общем это классно но заниматься такой штукой в коммерческих целях не интересно это скорее развлечения вот еще раз вам покажу общую кучу монет которые мало что стоит среди этой кучи монет кстати попадается много ну к примеру в хорошем качестве неплохих английских центов но они как к сожалению ничего не стоят монеты большие красивые но монеты большие красивые но мало что стоящие есть такие пол цента красивые корабли так здесь это с дыркой монетка не годится для примера ну в общем вот таких вот еще какие-то дырявые и дырявые в общем вот эта гора монет еще будет примерно примерно 15-20 евро я ее продам чисто по весу и еще раз покажу то что более-менее ценное то что можно будет продать чуть подороже и так я надеюсь вам обзор этого килограмма монет понравился тут даже не килограмм скорее всего два килограмма но в общем и целом обзор этой горы монет вам понравился поэтому я надеюсь что вы мне поставите лайки оставите сообщение и подпишитесь на мой канал кто не подписался на мой канал обязательно подписывайтесь на канал скоро будут и серебряные новинки и обзор таких вот лотов с ebay и обзор разных интересных монет так что кто еще не подписан на канал я очень рекомендую подписаться и подходите и смотрите у нас всегда новинки у нас всегда обзоры новых лотов в общем заходите подписывайтесь комментируйте у нас будет интересно а с вами был анатолий из праги канал серебромания ставьте лайки оставляйте сообщения